В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгуль Зиганшина. И в начале выпуска коротко о главном. Стена спортзала, она просто стояла на грунте без всякого основания. Восстановили основу. 99-я школа в Самаре готовится к открытию. Он более агрессивен, он высокопатогенен. Время укреплять иммунитет. Минздрав берет курс на вакцинацию. 15 октября планируется завершить капитальный ремонт в 99-й школе Самары. Сейчас в здании ведутся восстановительные работы. Аварийная ситуация сложилась несколько лет назад. В той части здания, где находится пищеблок, спортзал и актовый зал, начала отходить стена. Успеет ли подрядчик выполнить работы в срок, проверил первый замглавы Самары Виктор Кудряшов. Работы ведутся в две смены. Рабочие буквально заново возводят стену, исправляя ошибки, допущенные при строительстве еще 30 лет назад. Стена спортзала, она просто стояла на грунте без всякого основания, без всякого фундамента. Понятно, что она начала отходить. Именно это вызвало аварийную ситуацию. Именно это заставило нас провести вот эти работы, которые сейчас ведутся на объекте. Руководство школы обещает, восстановительная работа не помешает учебному процессу. 2 сентября школа примет 700 учеников. Правда, пока придется обходиться без спортзала и столовой. Для детей будет организован подвоз горячего питания в термосах. Место для кормления детей уже определено. Это два класса, которые освобождаются. Там есть подводка воды, то есть дети могут помыть руки, спокойно получать горячую пищу. То есть такое питание будет организовано по всем правилам. В одном из классов школы первый замглавы Самары Виктор Кудряшов встретился с подрядчиком. Тот рассказал, план работ строго выполняется. Стена до 15 сентября будет возведена. Ну и соответственно, в полном объеме будут выполнены примыкания кровли, поставлены оконные пакеты, дверные блоки. Полностью установительные работы планируется завершить и до 15 октября. В 99-й школе появятся новые актовые спортивные залы, а также модернизированный пищеблок. Мария Иваткина, Станислав Левин. События. 150 постояльцев общежития издательско-полиграфического техникума рискуют остаться без крыши над головой. Судебные приставы опечатали здание на улице Гагарина. Пока на два месяца. У пожарных к общежитию накопилось множество претензий. Павел Баймаков продолжит. Два десятка нарушений пожарной безопасности обнаружили в общежитии издательско-полиграфического техникума. Пятиэтажное здание проверяли еще в конце июля. Собственника штрафовали уже дважды в общей сложности на 160 тысяч рублей. Сейчас число нарушений сократилось до шести. При этом в общежитии по-прежнему нет автоматической пожарной сигнализации системы оповещения. А выходы для эвакуации завалены хламом, который легко горит. Был составлен административный протокол, который был направлен в Федеральный суд Советского района для принятия судом решения в виде административной приостановки деятельности. Судом данное решение было вынесено. На 60 суток данное общежитие было приостановлено. Сегодня сотрудники МЧС приехали уже с судебными приставами. По решению суда здание опечатали. По закону жить здесь нельзя. Но постояльцам общежития просто некуда деваться. Многие живут здесь целыми семьями. С женой с ребенком. В троим, да? Да. У вас? Есть вообще вариант куда-нибудь переселиться? Нет. У нас мы предупреждаем, что его собираются закрыть. Первый раз слышим вот от вас. Проблема с пожарными в этом общежитии не единственная. По словам жильцов, ремонтировать санузел и восстанавливать электропроводку приходится за собственный счет. В прошлом году несколько дней в пятиэтажке не было света. Я говорю, вы мне хотя бы дайте разрешение, чтобы постороннего электрика привезти. И чтобы он сделал, мы привели за четыре тысячи, мы сделали на три комнаты свет. По словам представителя техникума, за которым закреплено общежитие, зданию уже давно требуется серьезный ремонт. Собственник нам ответил в лице Министерства образования, что на сегодняшний день не предусмотрено денежных средств, то есть именно на устранение вот этих вот выявленных нарушений, что вопрос будет рассмотрен. То есть на сегодняшний день мы должны справляться со своими внебюджетными средствами. Несмотря на визит судебных приставов, покидать свои комнаты полторы сотни жильцов пока не собираются. МЧС рекомендует постояльцам общежития самим позаботиться о безопасности. Для начала освободить коридоры от лишних вещей, чтобы в случае ЧП было куда бежать. Павел Баймаков, Владислав Манин. События. Почти полторы тысячи нарушений в сфере миграции выявили полицейские и сотрудники УФМС Самарской области за последние полгода. По их данным, с каждым годом растет число нелегалов. В областной столице прошел очередной рейд по выявлению недобросовестных иностранных гостей. Вместе с полицейскими на самарские рынки и стройки отправилась и наша съемочная группа. Рано утром вместо покупателей на рынок на улице Аврора отправились бойцы ОМОНа. Этот визит для торговцев стал полной неожиданностью. В итоге лавочку пришлось свернуть более чем десятку продавцов. Прохожих это не сильно расстроило. Покупать продукты у нелегалов себе дороже. Они удобрения используют некачественные. И поэтому боишься просто такой товар покупать. И очень много без документов нелегалов. Поэтому страшно. Я только покупаю участника. Вот смотрю уже, который из древень. Дайте, пожалуйста. Я против. В отдел полиции отвезли более десятка рыночных торговцев. В основном выходцев из соседних республик. Афлатон Гаджиев родом из Азербайджана. В России живет уже 8 лет, торгует на рынке. Утверждает, с документами все в порядке. Документы все есть. Работа, решение есть. Живем российским законом. Плотим налогом. Даже документы не посмотрели, забрали. А работаете на рынке? Ну да, у нас своя работа. Работа на рынке. У некоторых документов вообще не оказалось, а другие даже не знают русского языка. Нарушители они или нет, предстоит разобраться полицейским. Проверка рынка стражи порядка не ограничились. Наведались и на соседнюю стройку. Там задержали еще около 30 человек. По каждому будет принято профессиональное решение. Сейчас сотрудникам ФМС Самарской области проверяются документы. И по каждому гражданину иностранному будет принято решение. То есть, в соответствии с законодательством. По словам полицейских, наиболее частые нарушения страны иностранцев – просроченные миграционные документы или их полное отсутствие. Таким незаконным гостям придется заплатить штраф и уехать обратно на родину. Ольга Морозова, Павел Баймаков, Владислав Манин. События. Незаконные рынки, рассадники, антисанитарии. Самарцам это ни к чему. У них и так иммунитет снижен. Как показали исследования, жителям областной столицы стоит опасаться гриппа типа А. К счастью, он не слишком распространен. А вот к самому типичному гриппу – Б – самарцы практически невосприимчивы. Марина Матвеевшина о том, что пора задуматься о прививке. Лук, чеснок, витамин С и свежий воздух – известные помощники в укреплении иммунитета. Однако народные средства не панацея. В борьбе с гриппом и ОРВИ нужны средства помощнее. Самое надежное средство защиты от гриппа остается вакцинация. Следует учесть, что затраты на вакцинацию любой из имеющихся гриппозных вакцин на сегодняшний день, эффективность которой уже доказано, примерно в 10 раз меньше затрат на лечение самого инфекционного больного. Рядовому гражданину тоже проще сделать один раз прививку, чем потом закупать в аптеке противовирусные препараты. Потому врачи рекомендуют уже сейчас позаботиться о защите своего здоровья. Вакцинация начнется уже в сентябре. Тем более, что предстоящий эпидсезон не обещает быть легким, говорят специалисты. Иммунитет самарцев устойчив к вирусам группы Б. С вирусами А самостоятельно он может не справиться. Вирус гриппа А со своими пассивами, если брать эпидемиологические его особенности, он более агрессивен, он высокопатогенен. При попадании в детский коллектив инфицированность составляет 100%, 90% заболевает. А одинаково болеют и взрослые, и дети. В Минздраве области, что называется, готовятся они летом. За несколько месяцев до эпидсезона определили меры по снижению заболеваемости ОРВИ и гриппом. Кроме вакцинации в детских садах и школах будет организован ежедневный утренний медосмотр. Детей с признаками простуды будут сразу отправлять домой. В прошлом году прививки против гриппа сделал каждый третий житель губернии, всего более 1 миллиона человек. В этом году вакцины также хватит на всех желающих, говорят в Минздраве. Марина Матвеична, Дмитрий Тарасов, События. Усовершенствовать медицинские препараты, возможно, помогут индийские специалисты. Их интересы лежат в сфере фармацевтики, производства автокомпонентов. Интересует их также и космическая отрасль. В Самарскую область с визитом прибыл индийский посол. Сначала он встретился с губернатором Николаем Меркушкиным, затем делегация из Индии отправилась в мэрию Самары. Более 140 миллионов долларов – такова сумма торгового оборота между Самарской областью и Индией. Наши регионы экспортируют в эту страну энергоносители, химическую продукцию, промышленное оборудование. Индийский посол предложил развивать туристические и культурные отношения, отметив выгодное географическое положение нашего региона. Наши контакты хорошо развиваются по туризму. Уже в этом году 65% рост, число россиян, которые бывают в Индии. Число индийских гражданин улучшилось на 100%. Но это маленькое количество. Было 35 тысяч, сейчас будет где-то 70 тысяч. А россиян около 300 тысяч. Мы делали легче получить визу. Это очень ценно, что вы говорите про развитие туризма. И я хочу сказать, что большой интерес у нас вообще к зарубежному туризму и к туризму в Индию в частности, потому что очень, конечно, самобытная страна, такая специфичная, где-то там мистичная даже местами. Вот, конечно, это очень большой интерес. Выпускников школы техникум сейчас больше интересует, где найти работу. В Самаре прошла общегородская ярмарка вакансий. В ДК Литвинова более 60 работодателей провели собеседование с молодежью. Какие профессии востребованы, узнавала Мария Ваткина. Бумажное резюме прошлый век. В передвижном комплексе около ДК Литвинова специалисты Центра занятости предлагают новую услугу – записать видеопрезентацию и похвалить себя не на бумаге, а на словах. Видеорезюме востребовано в творческих специальностях при поиске вакансий журналиста, дизайнера, фотографа. В холле ДК предлагают все больше рабочие профессии – слесарь, токарь, повар. В преддверии Чемпионата мира по футболу Роман Денисов находит свою профессию, востребован. Работа в лаборатории или на дорожном строительстве, укладывать асфальт и строительство разных дорог и мостов. Две-три компании я нашел, конечно, можно устроиться туда. Так-то, конечно, зарплата, конечно, хорошая, условия тоже мне нравятся. Бухгалтерам, юристам, экономистам работу найти сложнее, особенно если нет опыта. Я экономист, закончила СГЭ, то есть бывший плановый институт. И вот, надеюсь, что такая вот распространенная профессия, то есть я могу найти работу. Но пока вот подходящий только Сбербанк вижу. На ярмарке для выпускников работодателя представили около полутора тысяч свободных вакансий. Тут же все желающие могли пройти собеседование. Сыскатель приходит на ярмарку, видит уже напечатанные вакансии, смотрит, какие ему интересные, и уже проходит собеседование. Смотрит уже сразу, интересно ему это или нет. Может сразу спросить о требованиях. Всего на учете в городской службе занятости стоит около трех тысяч человек. Каждый седьмой безработный, младше 27 лет. Мария Ивадкина, Станислав Левин, События. Крылья рвутся в футбольный бой на стадионе «Металлург». В Самаре стартовал третий юношеский турнир по футболу на призы губернатора Самарской области «Волжские ворота». Участие в нем принимает восемь команд из разных стран мира. Павел Баймаков продолжит. Несмотря на проливной дождь, игра между итальянской командой «Аталанта» и «Самарскими крыльями» все же состоялась. Ее просто отложили на полчаса. Впрочем, футболистам к капризам погоды не привыкать, ведь дождь уже стал традицией. За пределами поля десятки футболистов со всего мира жаждут триумфа. Цель одна – победить и заслужить звание лучшей команды. Мальчишкам в среднем по 14 лет. Первыми на поле выходят английский «Челси» и испанская «Валентия». «Самарские крылья» только готовятся вступить в бой. Но болельщики уже настроены на победу любимой команды. Естественно, только на первое место рассчитываем. Как и всегда. Как из основных крыльев, так и из-за крыльев молодых. В составе «Самарских крыльев» 19 человек. Десять из них – воспитанники клуба. Семеро – футболисты Тольяттинской академии имени Коноплева. Двое из клуба «Самарская лада». Мы играли на Пенинском России практически этим же составом. Вот, может быть, это нам поможет. То есть, сыгранность какая-то уже присутствует. Все хорошие ребята, они попали в эту команду. Значит, они определенный уровень умения имеют. Гостей оказалось немало. Семь команд из разных стран мира – Англии, Франции, Испании и других. Что касается самарских крыльев советов, для них летний дождь стал добрым знаком. Первая игра с итальянской «Аталантой» закончилась со счетом 1-0 в пользу самарцев. Игры продлятся до 25 августа на стадионе «Металлург» в Самаре. Павел Баймаков, Владислав Манин. События. И к новостям культуры. В Самарском выставочном центре «Радуга» на суд зрителей представили репродукции картин известного мордовского художника Федота Сычкова. 29 работ, наполненных любовью к природе и людям, вызывают мгновенный прилив хорошего настроения. В этом убедилась Марина Кравцова. Яркие, насыщенные, живые краски, задорный смех и улыбки на лицах. Картины основоположника профессиональной живописи мордовии Федота Сычкова олицетворяют гармонию человека и природы. Художник вырос в крестьянской семье. Как никто другой, он мог реалистично передать неповторимость русского быта начала 20 века. Это художник, который считается певцом деревни, радости, красоты деревни. Он показал уклад жизни, который люди сохраняли. Не грубо, а поэтично, изящно, радостно. 29 репродукций работ Федота Сычкова из шести музеев России выставили в Самарской галерее «Радуга». Это не просто постеры, а жикле – высококачественные цифровые изображения на холсте. Жикле – это авторская копия. Она бывает одна, две, три, до 20-50 работ делают только жикле. И каждая работа печатается очень близко к авторскому оригиналу специальными художниками, печатниками, которые отслеживают цветоделение, отслеживают изображение. Федот Васильевич Сычков известен не только на родине. Его работы представлены во многих музеях Европы. Но самую обширную экспозицию, около 600 картин, собрал Мордовский музей изобразительных искусств. Портреты, жанровые сцены, этюды, натюрморты – Сычков был мастером во многих жанрах. Для меня каждая работа Сычкова имеет свой запах. Яблоки, цветы, помидоры. Изумительно пахнет, спелая рожа поспела. И, в общем, если одним словом, то это запах детства. Любая работа Сычкова вызывает чувство радости и доброты. Организаторы выставки говорят, экспозиция будет интересна не только ценителям искусства. Особую атмосферу радости, беззаботности, красоты жизни почувствует любой посетитель. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События. В Самарских парках пройдет цикл концертов под названиями «До свидания, лето и здравствуй школам». По информации городской администрации, с хореографическими и музыкальными номерами будет выступать Детский народный театр «Искорки». Уже определен и график мероприятий в августе. 21-го в 7 вечера концерт пройдет в Парке Победы. 23-го августа в 6 часов в Парке Металлургов. 25-го в Парке Мнигагарина. 26-го в Парке Дружба.